И начнем с новостей из Италии. Число жертв разрушительного землетрясения достигло 250 человек. Чрезвычайное положение объявлено в пострадавших регионах. После мощных колебаний за сутки там произошло около 460 авторшоков. Есть и данные о размере ущерба. Минимум миллиард долларов. О том, как опинины переживают бедствие, наш собственный корреспондент в Италии Ольга Новик. Дрожь земли. Средневековые жемчужины Италии, города Аматричи и Акумали превратились в развалины, которые почти двое суток без перерыва разбирают спасатели. К сожалению, ситуация такова, что шансы найти под обломками выживших тают с каждой секундой. У поисковых служб нет точных списков тех, кто пропал без вести. Ведь население небольших городков в туристический сезон увеличивается в разы. У нас нет точных данных о количестве людей, которые находятся под завалами. Есть лишь предположения, где они могут быть. И мы фокусируемся на этих местах. При разборе завалов используются все средства, в том числе неоценима роль собак. У нас их 30. И, конечно, мы надеемся найти под обломками выживших. Мы пытаемся спасти людей, но, к сожалению, все больше находим погибших. Подсчет жертв вне нашей компетенции. Мы просто передаем их другим службам. Время в таких случаях работает против спасателей. Но иногда приходят и хорошие новости. В деревне Пескара-дель-Тронта удалось спасти 8-летнюю девочку. Под руинами дома она провела долгих 17 часов. И вот счастливая развязка. Еще одно чудо из-под обломков спустя сутки после землетрясения вытаскивают младенца. Впрочем, Италию продолжает трясти. Сейсмологи зафиксировали почти полторы тысячи повторных толчков. 20 автершоков большой силы. Как сообщили в Национальной службе гражданской обороны, всего в спасательной операции участвуют более 5000 человек. На счету сейчас каждая минута, поэтому в спасательной операции задействовано около 1000 полицейских, столько же пожарных, более 400 военных. Кроме того, при разборе завалов работают 40 бригад кинологов. На призывы о помощи откликнулись более 3000 представителей различных организаций и волонтеры. Пожарные и медики работают в сложных условиях. Об этом не принято говорить. Но из-за недостатка спецтехники и инструментов, спасатели зачастую вынуждены разбирать завалы голыми руками. А доступ к некоторым населенным пунктам затруднен. Мосты разрушены, дороги завалены, в горных районах велика угроза камнепадов. Белорусские дипломаты, в том числе в связи с новыми толчками, продолжают отслеживать информацию из разрушенных районов. И постоянно поддерживают связь с соотечественниками в зоне землетрясения. На данный момент пострадавших среди белорусских граждан нет. Место нахождения всех белорусов, которые могли бы быть затронуты данным чрезвычайным бедствием, установлено. Пострадавших среди них нет. Действительно подтвердились опасения посольства о том, что в зоне, не в эпицентре, но в зоне землетрясения находилось несколько туристов, несколько туристических групп. С ними со всеми тоже установлен контакт. Оказана контактативная и необходимая помощь. И, к счастью, среди наших граждан, пострадавших на сегодняшний день, нет. Впрочем, некоторым туристам из Беларуси пришлось поволноваться. Как земля уходит из-под ног, ощущали даже в курортном городе Римени, что в сотне километров от эпицентра. Толчки были ощутимы и у нас, конечно, все, абсолютно все проснулись ночью, потому что кровати немножечко ходили ходуном из стороны в сторону. Но о том, что это было именно землетрясение, люди поняли и узнали лишь только с утра из сводок новостей, да, у всех у тех страшных событиях и разрушениях. В итальянских новостях мы отслеживали события. Многим звонили, безусловно, родственники, потому что родственники переживают. То есть переживание было, волнение было, но страха нахождения в этой стране у людей я могу заверить нету. В Италии работает антикризисный штаб. Премьер-министр страны Матео Ренци, прибыв на место ЧП, заявил, что правительство внимательно следит за ситуацией. Думаю, что все мы сегодня можем гордиться нашими пожарными, нашими военными, работниками нашей гражданской обороны. Мы, итальянцы, любим поспорить, любим полемизировать, но когда приходит беда, итальянцы проявляют свои лучшие качества. На призыв сплотиться итальянцы живо откликнулись. Сдают кровь для пострадавших, собирают продукты и необходимые вещи для тех, кто остался без крова. Благотворительную акцию организовали и рестораторы. В меню небольших кафе и ресторанов появилось новое название – Алла Аматрича, в честь разрушенного города, в котором проходил известный кулинарный фестиваль. Состав этого блюда, как и его стоимость, могут быть разными, но кто его закажет, знает – все деньги пойдут в фонд помощи пострадавшим. Мы узнали об этой акции и, конечно, присоединились. Мы временно назвали одну из наших пицц Алла Аматрича, и официанты предлагают ее посетителям. И ее заказывают даже те, кто изначально собирался взять что-то совсем другое. Потому что сейчас все хотят хоть чем-то помочь пострадавшим. Стое разрушительное и смертоносное землетрясение стало настоящим испытанием для итальянской нации. В стране объявлен двухдневный траур. На всех официальных учреждениях приспущены флаги. Папа Римский обратился с призывом молиться о погибших. А на телефонные службы сбора средств для помощи пострадавшим поступают десятки тысяч платных звонков. Ольга Новик, Александр Злобин, Анатолий Зинкевич. Наши новости ОНТ Италия. Президент направил соболезнования президенту Италии Серджи Моторелли родным и близким погибших в результате землетрясения.